всем привет я думаю что сейчас к нам присоединятся еще люди вот и когда мы начнем прямой эфир вот в принципе можете спрашивать можете уже писать вопросы которые вас интересуют вот я пока тоже расскажу немножечко про то что вообще будет в ближайший месяц и мы тоже поговорим про творческий кризис вот такая вещь очень тяжелая скажем так для танцоров вот и поговорим про образы сложная в трайву фьюжен и да и в тс тоже и собственно я расскажу расскажу как я съездила в москву на бесконечную историю привет юля вот я расскажу да на самом деле очень много событий и очень-очень сейчас насыщено все поэтому на самом деле есть чем поделиться вот пока к нам еще присоединяются я расскажу немножечко про то что будет в этом месяце опять же месяц очень-очень насыщенный и он вот сейчас это идет очень активная подготовка которой был фестиваль в беларуси будет 1 3 июня и готовимся очень-очень серьезно очень-очень много потому что нас аниме 3 постановки плюс у меня еще сольная постановка плюс еще коллаборация вот и должно быть очень здорово концерт невероятнейший я в принципе скажем так вот сегодня целый день занималась гала-концертом и уже составлена программа в программе 31 номер вот и все очень должно быть здорово все очень должно быть красочно и красиво я надеюсь что все получится потому что конечно такого концерта еще по насыщенности не было вот я думаю что будет здорово вот и до перед фестивалем получается у меня еще поездка в киев будет на киев tribal spring вот и так получилось что даты перенеслись и фестиваль в киеве за две недели до фестиваля в минске на самом деле это трэш потому что когда нужно быть здесь и готовить шесть костюма и все остальное в этот же момент нужно быть там вот это конечно немножечко так вот тяжеловато и не то чтобы напрягает но довольно таки тяжело это понимать скажем так и нужно быть везде вот но я думаю что все будет здорово на самом деле и все будет хорошо вот а до после собственно фестиваля я планирую наконец-то хоть чуть-чуть отдохнуть вот и там уже смотреть по обстоятельствам что будет дальше потому что сейчас довольно таки много интересных предложений много интересных фестивалей и я думаю что вот будут очень интересные возможности и новые вот так что в принципе можете да как я уже говорила задавать свои вопросы если вас что-то интересует и скорее всего потом этот эфир будет на моем канале на youtube и принципе если кто-то хотел посмотреть и увидеть почитать и услышать ответы на свои вопросы можно будет это сделать потом на youtube вот поэтому пожалуйста вы можете посмотреть потом на моем канале я ссылочку скину вот в инсту тоже все это дело напишу вот значит давайте наверное пока вы мне вопросы не задаете я расскажу немножечко про поездку в москву на бесконечную историю был на самом деле очень здоровский фестиваль и было очень насыщено было скажем так и там было два концерта вот концерты были шоу 12 месяцев правил балет и сказочный концерт на котором выступала я было очень здорово я посетила мастер-классы валят скраб и но эта женщина она бомба вот и она она мне очень сильно вдохновила я сейчас мучаю очень активно своих девочек из продолжающей группы но вроде как сначала мне очень нравилось не было даже агрессию видела на их лицах вот но сейчас они поняли что на самом деле не просто так это все было и действительно очень интересная практика очень много полезной информации я вынесла оттуда вот так что ну действительно было здорово да и потом был кала концерт 12 месяцев на котором я присутствую только как зрители мне было очень интересно посмотреть вообще все с позиции зрителя самого вот и последний день это было воскресенье честно говоря был трэш вот я не ждала такого трэшка но он был и спасибо большое всем тем кто был рядом со мной помогал мне в этот день потому что не знаю я была честно говоря в отчасти на грани истерики конечно на видео этого не видно да я распожду официального видео вот но это было очень тяжело скажем так потому что началось с того что когда я начала мазать свою горгулью я поняла что не все так хорошо и все так просто потому что краска она нещадно стиралась вот и скажем так я приехала по моему в четыре часа дня уже в концертный зал и я выступила я не помню в 7.30 только начало концерта по моему было а я выступала в втором отделении и короче вот все это время я все себя намазывала потому что ну просто стиралась это вообще кошмар просто вот и в принципе как бы но остальное там тоже были нюансы я когда начала прогоняться оказалось что музыка не да точнее моя но я же меняла музыку потому что поняла что не могу не подходит второй трек вот поэтому я ее перерезала ну вот я начинаю танцевать протанцовую часть танца понимаю потом что это не моя моя но старая и танец у меня хореография была подготовленная я у меня подготовлен другой но в принципе этот вопрос довольно таки быстро решили вот музыку заменили все отлично но к сожалению прогнаться я не смогла вот конечно так немножечко стресса добавила ко всему прочему вот потом пошла я мазюкаться по-другому я назвать это не могу потому что мне кажется что в гуаше было все что только можно вот ну и да потом уже вот через очень очень долгое время я все таки выступила и поддержка зрителей конечно было просто колоссальнейшая я не ожидала такого эффекта было очень здорово на самом деле я благодарна зрителям которые настолько поддержали меня потому что скажем так день был тяжелый вот ну и вот потом когда я от выступала я поняла что мне надо это все смывать тинка дорогая хорошая моя тиночка она привезла для меня специально полотенце на куда я пошла в туалет чтобы смыться я начала смыть руки при на что вода просто ледяная ледяная настолько что я не могу даже руки нормально смыть и я поняла что как бы не вариант вообще никак и поехала к другу я вызвала такси попросила чтобы не вызвали такси я сажусь такси у меня наполовину стерт это гуашь с лица но только наполовину вот такие какие-то комки непонятно что и я сажусь такси такси на меня так смотрят очень странно потом такой поворачивается говорит а вы откуда я говорю я с выступления вот говорю в выступлении у меня было он такой да я смотрю и думаю год что ли после этого я просто вот вообще вот на доехали замечательно мне еще и чемодан поднял и все остальное в общем ну было здорово и было приятно так что вот но в целом хорошо правда потом когда я уже поехала опять на вокзал я приезжаю на платформу смотрю а там нет ну пусть еще есть но он стоит не на не существующей платформе то есть но такого нет и я стояла минут десять вообще в непонимании что делать а потом ко мне уже подошла женщина и спросила вот такой-то поезд я говорю да она вот вон там вот но в общем день закончился закончился очень странным было очень странно вот но фестиваль был замечательный и в целом было очень-очень много людей которых я давно не видела были люди с которыми в первый раз живу и увиделось и тоже это было очень здорово потому что раз виртуальность это но это очень приятно на самом деле вот я сейчас посмотрю какие у вас вопросы были и отвечу так сколько лет занимаюсь танцами на самом деле танцами я занимаюсь я даже не знаю как ответить потому что я занималась еще в детстве танцами но это естественно было не на профессиональном уровне для себя вот я занималась потом долгое время не занималась если говорить именно про трайбл то трайблом я занимаюсь скажем так активно с 2010 года но начала где-то 2009 вот так пробовала с ума вот ну то есть в принципе можно сказать что 2009-2010 года значит по поводу видео горгуль и нет официального видео пока нет ждем но насколько я вижу видео с фестиваля довольно таки быстро появляются и но на данный момент гала концерта который был в субботу и я думаю что на самом деле довольно таки скоро будет видео горгуль и я сама очень хочу посмотреть что там получилось вот так что ну все будет маша ты хочешь мои обои я поняла ну нет таких больше обоев мне кажется они больше не продаются так что приезжай посмотри порадуйся обои правда огонь спасибо большое у меня такие черные и белые я просто на черную стенку все время прямые серы даю так сколько краски извела на самом деле не очень много я везла с собой три банки и две банки белые одну банку черную потому что гуаши серы не бывает вот и я потом пообщалась с жени это художник из москвы и он делает замечательные образы если вы знаете анастасию минашкину вот он помогает я так понимаю помогает ей в реализации образов сама видела на концерте как он разукрашивал целую группу внутри болицы это было очень здорово вот он мне сказал говорит что с ума сошла говорит я на две две банки или одну банку помогает на 6 человек в общем а я еще ехала в поезде когда в москву думал блин где мне взять еще одну банку гуаши купить в москве на всякий случай чтобы было в общем в итоге я меньше одной банки потратила на себя вот поэтому все было хорошо насчет пыли белой расскажу на самом деле это не моя идея это идея моего мужа вот он придумал этот момент сказал о смотри как здорово будет если так сделать баха и всего вот полетит и грудь да точно и это это присыпка детская вот я пробовала с мукой мука не подошла вот поэтому я нашла детскую присыпку попросил точнее у мамы и он казалось она мне привезла и вот собственно я поехала в москву с детской присыпкой и посыпалась ею и вот вот этот был бах вот эффектный получился хорошо масс выезжай кофе есть вкусняшки есть вот значит ну в принципе я вам вроде как ответила на ваши вопросы улана пыль была возможно а да да был номер где он на он ее смахивал с чего-то по моему я насколько помню да старый номер еще страйбл феста американского которого к сожалению уже нет да было что-то такое но я не знаю что он использовал без понятия вот значит в принципе вот про поездку я вам рассказала было очень здорово да я вам сейчас жду опять же поездки киев я там буду давать получается 5 часов мастер-классов один мастер-класс будет по рукам новый абсолютно новый мастер-класс который я нигде не давала и второй будет мини интенсив tribal old school но именно с таким как это сказать с усложнением вот то есть тоже я именно этот интенсив нигде не давала вот поэтому но должно быть интересно поэтому если будете в киеве или живете в киеве приходите будет здорово я вам обещаю жесткий прокач и много много творчества и вдохновения я очень постараюсь чтобы это все было . привет да я как раз только что рассказывала про поездку в москву и рассказывала про тебя вот но потом если что вдруг посмотришь но ничего плохого про тебя не говорила только только хорошие да еще тинка мне подарила замечательный пряник который я решила не есть решила все таки оставить как сувенир но но у меня есть код и видимо он был очень голодный я сразу заметила что вы очень манил запах этого пряника и что он сделал он его обгрыз если увидите вот кот сделал вот такой вот мне на самом деле очень очень обидно потому что я очень люблю сувениры вот но он его сгрыз и вот я сейчас смотрю на него не знаю что делать потому что пряник я коту не отдам вот так что такие дела собственно я думаю что можно начать разговор про творческий кризис и что это такое лично я с очень и очень жестким кризисом не встречалось творческим у меня были конечно мне кажется у всех есть всех танцоров есть периоды спада вот и периоды наоборот подъема скажем так но иногда бывает такое что наверное часть обстоятельств складывается таким образом что танцор может оказаться в глубоком творческом кризисе и глубокой творческой депрессии к сожалению и на самом деле выйти из этого довольно таки сложно поэтому лучше лучше конечно не допускать таких ситуаций лично меня лично мне помогает вот не опускаться в этот кризис постоянное вдохновение то есть скажем так я не хожу и не ищу чем бы мне вдохновиться да то есть на самом деле вдохновение может быть абсолютно по любым поводам по любым поводам без вот извиняюсь вдохновение можно найти везде я например я уже говорила как то что я просто невероятно люблю закаты которые видны из моей спальни из окна и я каждый раз каждый день я если на самом деле если я не вижу этот закат мне так грустно становится но обычно вижу потому что либо я вижу его в студии потому что в студии тоже закаты видны как раз таки либо я вижу его дома так что это очень здорово да я их обычно фотографирую выкладываю stories но не могу не поделиться такой красотой вот а в принципе по поводу опять же самого творческого кризиса мне помогает не вот уходить в эту депрессию мне помогают мои ученицы вот кстати вчера как раз таки вчера у нас был прогон перед это не генеральный прогон это был предварительный прогон перед вечеринкой фестиваля девочки показывали в свои сольники скажем так я знаю что у меня довольно таки сильные ученицы и я вижу как они работают над собой я вижу как они совершенствуют свою технику постоянно да конечно они ноют они там иногда бывают что просит меня остановиться но я этого не делаю но в любом случае я вижу что они работают и очень много и я ожидала увидеть хорошие номера такие так спокойно скажу так но получается вчера как раз таки четыре человека у меня они готовили сольники и у меня еще есть тоже сольницы но вот вчера их не было и когда я смотрела каждую из них я просто честно я сидела с открытым ртом потому что у меня слов не было потому что каждая из них была настолько вот уникальна настолько самодостаточная и не похоже одну на другую что вот у меня просто просто я сидела с большими глазами смотрела и восхищалась потому что это тоже это было очень огромное вдохновение вот увидеть такой уровень и скажем так нестандартный подход то есть не было такого что смотришь и понимаю что все танцы под копирку я такого очень не люблю и когда такое часто бывает потому что все таки преподаватель дают технику преподаватель дает связки какие-то особенно если там участие идет в групповых номерах потом невольно эти движения они снимаются скажем так учеником не специально вот но тем не менее это набор движений он все время происходит тут такого не было вообще то есть и каждая настолько вот нереально круто станцевала что в общем я вчера пришла домой просто в дичайшем вдохновении и я очень-очень круто своими ученицами так что вот на вечеринке очень хочу увидеть полностью танцы их уже в образах в костюмах вот надеюсь что у меня это получится потому что как всегда организаторы практически не видят ничего из того что происходит на его мероприятии но я надеюсь что все таки мне удастся ну или потом когда я уже буду монтировать видео вот так что да очень жду и опять же дальше говоря про творческий кризис я понимаю что ни в коем случае нельзя даже если он начался ни в коем случае нельзя в нем дальше утопать и и вот себя накручивать да то есть опять же да у меня тоже бывают дни когда мне не хочется танцевать ну вот просто не хочется и не чувствую себя сил например но как это сказать если дальше себя скажем так в это состояние дальше уводить то к сожалению будет только хуже и в конечном итоге есть вероятность что ну вы просто просто погрязнете в этой депрессии и ну не вернетесь либо вернетесь через очень недолгое время другой вопрос если вы скажем так такое часто бывает особенно я преподаватель понимаю что очень много людей которые приходят на занятия через какое-то время они уходят но это нормально это для людей это хобби и возможность скажем так скрасить свой досуг но если говорить именно про учеников которые довольно таки долгое время уже занимаются танцами но скажем так человек три года потратил на то чтобы выучить технику какую-то возможно даже уже станцевал сольные номеры не один да и потом он понимает что все его надоело но наверное в этот момент нужно хорошо подумать и понять нужно ли это конкретно этому человеку что он вообще хочет на самом деле вопрос что я от этого хочу очень часто расставляет все на свои места и и просто тут важно для себя понять и честно ответить то есть не для кого-то да то есть там не для вашего преподавателя это делать да или там не для какой-нибудь рейчел брайс например типа ой вот я как-нибудь когда-нибудь поеду на фестиваль к рейчел брайс и вот она увидит что я занимаюсь да нет честно никому это не нужно больше всего чем вам если вам это не нужно то поверьте вы никого не осчастливите этим вот я сейчас посмотрю что вы пишете юля я надеюсь на самом деле что может быть ты все-таки вернешься вот то что ты умеешь делать волну руками и любишь вели в тысяч края это очень здорово и мне приятно что это моя заслуга вот да и на самом деле опять же нужно себе честно ответить хотите вы этого или нет сможете ли вы этому уделять время и сколько времени потому что от этого зависит то в итоге сколько вы скажем так чего вы добьетесь то есть если вы грубо говоря хотите через ну знаете как иногда бывает такое приходят ученики и говорят ой а когда мы будем выступать на гала-концерте но сразу возникает вопрос а что ты готова сделать для того чтобы выступить на гала-концерте и когда человек говорит ну как я же хожу на занятия да ну будем честными два часа или даже ну хорошо три часа занятия в неделю абсолютно недостаточно для того чтобы в итоге выступить через скажем так там год даже на гала-концерте только если это действительно уникальный случай когда у человека просто сумасшедшая пластика и тело в принципе уже само по себе может делать какие-то движения подождена бывает такое что приходят ученицы и ты смотришь и понимаешь что такое ощущение что человек танцевал всю жизнь хотя это не так и и тело пластика тела настолько сильно развито что действительно ты понимаешь что при определенных обстоятельствах если человек чуть-чуть поднажмет то уже там даже через полгода здесь на сможет прекрасно выступать группой которая в принципе там например три года занимается и пашт вот поэтому вот так и еще очень очень важный момент ни в коем случае нельзя сравнивать себя с другими потому что очень часто как раз таки и из-за этого и появляется вот это вот в этот творческий кризис творческая депрессия то есть когда вы смотрите какие-то видео и вы смотрите ой как же здорово вот она станцевала ой я тоже так хочу а почему я не такой а что же я делаю не так и вы начинаете себе жалеть начинаете думать по а почему я вот такая вот она не такая вот вот этот ни в коем случае неправильный подход вы можете себя сравнивать только себя с самими себя возьмите посмотрите ваше видео даже с тренировки год назад которое было сделано и вы сразу увидите прогресс вот они видео маши пупкиной и себя и вы начинаете сравнивать о а потом начнется сравнение у нее грудь больше а попа у меня больше что же теперь мне делать поэтому ни в коем случае так не делайте обязательно обязательно ищите в себе плюсы но и при этом подмечайте ваши минусы которые следует в будущем вы сможете превратить превратить в достоинство поэтому опять же самокомпанией самокомпанией ни в коем случае заниматься нельзя но при этом нужно просто трезво оценивать ситуацию вот так что опять же вот если говорить про творческий кризис у меня такое ощущение что честно говоря на него лично у меня не хватает времени потому что я постоянно занята если не фестивалем то вечеринкой фестиваль вечеринка фестиваль вечеринка и получается что впадала в подготовке на у меня не хватает времени на то чтобы повесить нос и там я вот смотрю там я плохо танцую хотя честно говоря бывают такие периоды когда я смотрю на свои видео прошлых годов например я понимаю блин я же так хорошо танцевала почему они танцуют так сейчас у меня бывает такое и довольно таки часто но потом ты смотришь о нет я же вот это вот сделала нет все таки все таки наверное не хуже наверное просто по-другому вот поэтому очень очень важно опять же понимать себя критиковать но по-доброму иногда может быть по злому стоит тоже но опять же не всегда так еще кто-то написал интересный такой вопрос расскажите пару вещей которые вы осознали для себя за последнее время странный вопрос какие вещи осознала для себя в последнее время ну то что вчера говорила да но то что вчера шнешь что я очень люблю своих учениц и на самом деле горжусь ими а кстати да интересный момент мы сейчас с начинающей группой тоже решили танцевать на вечеринке на самом деле такой экспромт вот на самом деле получается очень здорово и я думаю что получится конечно они совсем еще начинающие но идея интересная им это интересно и мне это интересно хотя на самом деле для меня довольно таки сложно потому что я привыкла уже ставить более сложные хореографии а для них я понимаю что сложную хореографию поставить нельзя потому что они просто-напросто не сделают эти движения вот и приходится найти компромисс и пытаться пытаться как это правильно выразиться найти простые движения но которые при этом будут смотреться эффектно вот и так ну интересный такой челлендж на самом деле и да мне нравится что получается ну посмотрим в итоге что мы станцуем как мы выступим на вечеринке я надеюсь что будет очень интересно потому что костюмы абсолютно не стандартные для скажем так траве образов но посмотрим посмотрим что из этого получится думаю все будет хорошо вот возвращаясь к вопросу про осознание и тоже да про как раз таки мистер класса вайлет то что я говорила мы сейчас с моими ученицами с продолжающими делаем такую практику когда мы танцуем под заданный ритм и на самом деле это очень сильно взрывает мозг поначалу вот но потом приходит очень интересное осознание внутри себя даже не осознание мозг расслабляется потому что он уже не думает про движения и тело расслабляется тело начинает делать эти движения само по себе то есть как бы ритм как будто он просто вот в голове стучит и тело само начинает танцевать вообще очень очень здорово и такая медитативная на самом деле практика которая помогает раскрепоститься и найти свои движения вот и как я тоже говорила очень хорошая практика когда вы танцуете неважно сколько вы танцуете вы танцуете месяц год два десять лет абсолютно неважно это записывайте себя на видео обязательно потому что и поменьше смотрите в зеркало вы можете смотреться в зеркало когда вы конкретно отрабатываете какие-то движения и ставите их но не танцуйте на зеркало потому что вы привыкнете себя все время поправлять и потом потом в принципе оно как это сказать в общем если вы смотрите все время в зеркало тогда вы привыкаете себя поправлять глядя в зеркало и как только вы от него отвернетесь или будет например выступление зеркал обычно нет на выступлениях бывают нюансы но обычно все таки их нет и вы не сможете себя поправить потому что в вашем теле не будет вот этого вот осознание и чувство вашего тела опять же поэтому обязательно записывайте себя на видео это на самом деле очень простой но очень классный совет который помогает вам увидеть как дела обстоят на самом деле и потом скорректировать плюс когда вы например ставите сольные номера ну как я например ставлю я сначала импровизирую если мне понравились какие-то моменты после импровизации я смотрю видео и если мне что-то понравилось я это включаю в хореографию потому что обычно все таки я ставлю хореографии хотя хотя пошла на экспромт вот тоже вчера как раз таки после вдохновения своими ученицами я ехала домой и поняла что ну вот просто не могу я хочу станцевать на вечеринке предстоящего фестиваля не белоруссии вот и я понял что хочу хочу вот и потому что трек просто безумно мне нравится правда я посмотрела к сожалению на ютубе правообладание под него нельзя танцевать ну и пофигу вот в общем все равно под него станцую он очень меня трогает скажем так изнутри и вот я понимаю что это оно я буду танцевать импровизацию и для меня это страшно потому что я уже пару раз порывал мне все таки наверное надо поставить хореографию потом думаю нет все таки я буду импровизировать и вот такой вот выход на самом деле из зоны комфорта я хочу попробовать это потому что опять же я практически никогда не импровизирую практически всегда ставлю хореографии потому что мне так скажем так спокойнее но то есть хореография может быть более продуманной но при этом Когда танцуешь импровизацию, если войти в нужное состояние, то оно дает совсем другой эффект, то есть это тот танец, который рождается здесь сейчас, вот именно в том состоянии, в котором ты находишься, поэтому я надеюсь, что получится, если будет видео, я с радостью поделюсь с вами, вот, посмотрю, что вы мне еще написали. Юля, я, нет, я не рассказывала, спасибо большое, мне очень приятно, приятно читать твои слова, на самом деле ничего такого я не делала, правильное питание, если ты захочешь, я тебе потом могу в личное сообщение в директ рассказать, но на самом деле никаких, абсолютно никаких секретов там нет, просто правильное распределение продуктов в течение дня, вот и все, и не жрать на ночь сладкое, сладкие фрукты, вот, в принципе, вот так. В общем, если что, напиши мне, я тебе все расскажу. Вот, так что про творческий кризис, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете задать мне вопросы, я вам с радостью отвечу, расскажу, потому что на самом деле тема очень такая обширная, просто как-то в голове сейчас много мыслей и, в принципе, вот вижу вопрос, может, уже задавали такой вопрос, с чего начать, если нет классов по трэблу в городе? Танец живота, онлайн-курсы или видео? Нет, не задавали такой вопрос сегодня, с чего начать, на самом деле, если вы, ну, на самом деле танец живота я бы не совсем рекомендовала, честно скажу, потому что, да, хоть и движения, они визуально похожи, но на самом деле очень часто техника отличается, то есть, в принципе, если вы, конечно, если вы попадете к преподавателю, который дает египетскую технику танца живота, тогда вы можете начать с него. Но если это обычный, скажем так, кабарешный вариант танца живота, то нет, не совсем. Техника все-таки отличается довольно-таки сильно. Насчет онлайн-курсов или видео, ну, скажем так, лучший вариант это все-таки преподаватель. И если у вас есть, если организуются мастер-классы или фестивали в относительно ближнем городе, лучше поехать туда. И если у вас есть возможность индивидуальных занятий с преподавателем, которые вам нравятся, то лучше взять хотя бы первые, первые, первую базу вот именно движений все-таки у преподавателя, потому что это очень важно. Преподаватель увидит и покажет, поможет поставить вам осанку, которая нужна, постановку корпуса, с которым мы танцуем в Tribal Fusion. Вот, и в принципе, опять же, это будет для вас самих более правильно, потому что по видео учиться можно, но когда вы уже знаете базу. Потому что можно, ну, банально можно себе навредить. По поводу онлайн-курсов, если вообще, в принципе, вот онлайн-курсы на самом деле неплохой вариант, если у вас есть возможность общения с преподавателем. Вот, я относительно недавно, у меня как раз-таки был онлайн-тренинг, и мы работали с девочками. Ну, и в принципе, не могу сказать, что очень хорошо получилось все, потому что девчонки были очень-очень занятые, и в итоге мы, ну, у нас как бы было общение, ну, недостаточно для, ну, как бы, скажем так, не того, что я хотела, потому что я была готова каждый день комментировать видео, давать задания и все остальное, они пропускали это все. И поэтому получилось, как получилось, но тем не менее, все равно мы разобрали движение, у них стало лучше получаться все. Поэтому вот такой вариант тоже хорош на самом деле, когда преподаватель видит вас конкретно, что вы делаете, и преподаватель может вас корректировать. Но не когда это просто онлайн-курс, вы взяли, не знаю, набор видео с той же самой датурой, вы не можете пообщаться с преподавателем, чтобы он вас поправил, скорректировал, то это не вариант. То есть, опять же, лучше всего это индивидуальное занятие с тренером. Пусть вы съездите в город, другой возьмете там пару часов для начала, но тем не менее он поставит вам базу. После этого вы можете поехать на мастер-классы, и после этого вы, опять же, можете заниматься, по всему прочему, вот с онлайн-тренингами, а потом уже можно и по видео заниматься. Вот, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Еще один вопрос. Сейчас я как раз попью. Да, озвучий вопрос. Юля, первый раз увидела тебя вообще на видео под плетей той Velvet Acid Christ. И вот сейчас высота опыта в настоящем. Что про него можешь сказать? Ты там так красиво ползала. Спасибо за вопрос. На самом деле, я очень люблю то выступление. Но, конечно, сейчас я смотрю на него уже с позиции, не знаю, как лет. И понимаю, ну, на самом деле, то выступление было для меня очень значимым, потому что я первый раз выступала на гала. Я был в фестивале, и да, для меня это было очень важно. И я вообще не думаю, как-то получилось, что я выступаю на гала. Вот, и мне было очень приятно. Но сейчас я, конечно, понимаю, что там техника, ну, слабая. Но, тем не менее, образ мне там очень нравится. Нравится в целом, само по себе, наверное, подача, та, которая была. Вот, то есть мне он нравится, да. Но, конечно, если бы я танцевала его сейчас, оставила хореографию, то, ну, я бы сделала все по-другому. Ну, не все, но большую часть. Просто бывают еще такие ситуации, когда ты смотришь... Раньше у меня такое было очень часто, когда я смотрела видео с предыдущих лет. Мне казалось, боже мой, какой кошмар, просто как так можно было танцевать? Да это ж ты-то позор. Но сейчас я понимаю, что это не так. Так, и любой, скажем так, этап, нужно пройти танцору, его становление, его первые шаги. Это абсолютно нормально. И, опять же, если раньше это воспринималось как, боже мой, зачем я это сделала, сейчас это воспринимается, о, ну да, но это было. И было на тот момент интересно. Вот, но это было, это самое главное. То есть всегда нужно с чего-то начинать. Поэтому как раз тоже вот разговаривали на днях с моими ученицами. Они говорили, а что делать, если вот, ну вот боишься, да, выступать первый раз? Как раз вопрос от начинающих был. Я говорю, ну что делать? Надо выступать. Всегда должно быть первое выступление. И вы никогда не будете им довольны. Ну, никогда на самом деле. Можно, я не знаю, 10 лет провести в зале, тренировать технику. И вам будет казаться, что все. Все, ну вот теперь настал именно тот идеальный момент, и вы настолько идеально сделали, сделали свою технику, что вы можете выступать. Но поверьте, вы выйдете на сцену, там все по-другому, абсолютно по-другому. И пусть вы натренили до сумасшествия вашу технику, там, скорее всего, вы не сможете станцевать нормально, потому что это абсолютно разные вещи. Сцена и зал. Вот, поэтому выступать надо. И, опять же, это практика. Это точно такая же практика, как в зале, но, опять же, ну на людях. Вот, поэтому выступать надо. И начинать можно даже со своих котов, например. Вот. Смотрю, что вы еще написали мне. Не за что. Если еще есть вопросы, задавайте. Юля, твой любимый танец? Спасибо. Мне очень приятно. Ну, наверное, потому что тебе нравится Вильвит Эйсит Крайст. На самом деле, я все надеюсь под него еще станцевать как-нибудь. Вот. Потому что было сколько? Два танца. Один групповой, один сольный. Под Вильвит Эйсит Крайст. И да, конечно, музыка у него шикарнейшая. Вот. Вот. Задавайте вопросы, если еще есть. В принципе, уже я всем с вами поделила. И даже не знаю, что вам еще рассказать такого интересного. Могу рассказать про то, что в воскресенье я сделала шесть корон для группового номера. И это, честно говоря, ужасно. Потому что костюмы практически все шью я. И вот на данный момент мне нужно пошить 14 юбок. 14 юбковов для одного. Это для одного только номера. И для второго еще тоже полностью костюмы. Там шаровары у нас задуманы. Тоже надо пошить их пять штук. В общем, очень-очень-очень сложно. И, в общем, так тяжеловато в этом плане. А, еще чули надо пошить. Да, да. Чули, у меня девчонки спрашивают, ну что это или когда. Когда я говорю, все будет, все будет, не переживайте. Вот. Но я тоже, конечно, переживаю. Но на самом деле, если я сказала, что будет, значит будет. Ну куда же я денусь? Смотрю, что вы пишете. Планируете ли фесты в Минске этим летом? Да, конечно, планируется. Как раз-таки у нас сейчас идет подготовка к фестивалю. 1-3 июня фестиваль будет, где будут давать мастер-классы Ламия Барбара из Италии. Она дает 4 мастер-класса. Очень интересные темы. Значит, будут Маджента Джей. Они приедут вдвоем. И это будет очень-очень здорово. Потому что, насколько я знаю, нигде они вдвоем еще не давали мастер-классы. Только по одиночке. Вот. Вот у них будет 4 мастер-класса или 3. Не помню. По-моему, 3 все-таки. 1 мастер-класс буду давать я. Как раз-таки по Dark Tribal. И 1 мастер-класс дает Катя Малитовская с Лейбеком. Вот. Поэтому очень-очень интересные мастер-классы. 2-го июня будет вечеринка фестиваля. Вот. И 3-го июня будет гала-концерт с тематикой алхимия. В котором вот на данный момент 31 номер. И будет очень-очень здорово. Должно быть просто невероятно. Я надеюсь, что мои ожидания оправдаются. Правда, конечно, я же его не посмотрю. Только потом уже. Но потом расскажете свои впечатления, кто будет сидеть в зрительском зале. Так. Смотрю тоже, что пишет Маша. Мой любимый танец у тебя, когда приезжала и Дэнни. У тебя он был в красной юбке под музыку «Пум-пум». Не знаю, как она называется. Да, я понимаю, Маша, о каком-то танце. На самом деле, этот танец был на тот момент любимым танцем моего мужа. Он мне сказал, что вот это твой лучший танец. Я помню эти его слова. Это композиция, интро, исполнитель The XX. Вот, если интересно, если хочешь послушать. Спасибо. На самом деле, да. А вторая часть была как раз-таки из «Обитель зла». Под музыку, которую писала Мэдлин Мэнсон. И да, мне тоже очень нравится этот танец, этот номер. Вот. Смотрю дальше. Свет же нет, но где игрец? Да, девчонки уже смеются, говорят, тебе нужно начать музыку писать, а тогда вообще будет весь набор. На самом деле, да, потому что с музыкой большие проблемы. Очень проблематично найти, ну, некоторые треки, просто они заблокированы для использования. И на YouTube просто блокируют видео полностью, как было, например, в прошлом году, когда я танцевала под The Antwoord, под Sinkio Freaky. И в итоге я залила видео. Даже успели его еще посмотреть 13 человек, а потом его заблокировали полностью. И она сейчас висит на Vimeo, но вот, к сожалению, факт остается фактом, и все треки можно использовать. Поэтому, да, может быть, действительно стоит начать писать музыку. Хотя сегодня мне вот написала девушка, которая, я так понимаю, она музыкант, и она... Сейчас, секундочку, у меня кошка просто орет. Я с вами. Что я говорила, да, она музыкант, и она говорит, а вот не хотели бы вы потанцевать под одну замечательную музыку. Вот, и я как раз сейчас еще один трек, и я послушала, я действительно, я слушала эту команду, и мне она очень понравилась, но как-то я ее потеряла. И, в общем, вот в итоге она вот очень вовремя написала мне, потому что, скорее всего, я возьму один из их треков и буду под них танцевать. Он, как я люблю, такой мрачненький и приятненький. Вот. Мать коронов. Ну да, тип того. Да, до этого я еще в предыдущий день делала корону для русалки, что тоже было довольно-таки сложно. Хотя, честно, я боялась, что получится фигня, но получилась не фигня. Вот, и чего вот я очень это рада, да. Ламя моя люмина. Ну, она замечательная, она очень-очень интересная, очень хочу ее увидеть вживую. Так что, если есть желание, приезжай. Еще есть места на мастер-классы, правда, не очень много, но пока еще есть. Как давно я в Трайбле, как начинала? Ну, я уже говорила тоже сегодня, что я в Трайбле с 2009-2010 года, собственно, увидела видео до того, как у нас вообще группы открылись, и пробовала сама заниматься, но что-то не очень получалось, если честно. Она ходила на Восток недолгое, непродолжительное время, но понимала, что это не мое. Вот, и в итоге все-таки пошла. Потом открылась группа по Трайблу, точнее, даже две группы по Трайблу. В одну из них я пошла, но очень скоро уже стала, скажем так, сама заниматься, сама заниматься развитием себя и своей группы. Вот, ну и вот теперь я здесь, как говорится. Вот, так что, да, ну, примерно с 2009-2010 года я уже вот в Трайбле. Вот, в принципе, вопросы закончились. Не знаю, что вам еще рассказать. В принципе, у нас уже скоро время подойдет к концу прямого эфира. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете у меня спросить. Вот, да, ну и опять же еще раз я приглашаю вас на Трайбл-фестиваль, потому что действительно будет очень-очень замечательный фестиваль. И в этом году к нам едут люди вообще из Европы, из других стран. То есть не только, как уже, скажем так, по классике жанра, с Украины, с России и с разных городов Беларуси, но и в этом году будут из Европы, из Парижа девушка к нам приезжает на фестиваль. Вот, и очень много людей пишут, спрашивают, как можно поучаствовать. Вот, это очень здорово, что фестиваль развивается. Я действительно очень благодарна тем людям, которые, скажем так, посещают, участвуют в мастер-классах, в вечеринке, гала-концерте, потому что именно благодаря вам фестиваль развивается. Потому что, ну, как бы я организатор, я организовываю процесс, но тем не менее делаете фестиваль именно вы, те люди, которые его посещают. Так что я надеюсь, что в этом году все будет еще интереснее, а в следующем году уже будет 10-й Трайбл-фестиваль, юбилейный. И если все получится, я готовлю очень-очень-очень-очень интересное событие. Вот, я думаю, что оно сильно будет масштабное и взорвет просто Беларусь и Минск. Вот, и я надеюсь, что к нам приедут еще больше людей на фестиваль. Но пока я молчу, нужно провести этот фестиваль. Еще не провела, уже думаю про следующее. Но на самом деле, да. Вот, поэтому я надеюсь, что все получится. И как только, так сразу я вам все-все-все расскажу. Будет в группе фестиваль и поделюсь с вами радостными новостями. Когда ты начинала все, уверила, что все получится или страшно было? Ты что, Ален, конечно, было страшно. Еще как страшно, и я даже не знаю. Это было очень тяжелое решение на самом деле, потому что, значит, его вдруг, скажем так. Я никогда не планировала связать свою жизнь с танцем, с танцеванием. Мне, конечно, нравились танцы, мне нравился Трайбл, мне всю жизнь нравился балет. Но не настолько, чтобы преподавать, в принципе, и быть директором Трайбл Студии. Ну, то есть, нет, нет, и организатором фестиваля, да нет. Я никогда даже об этом не задумывалась. Но просто получилось само собой. Было очень страшно, было очень страшно уходить с работы, скажем так, в офисе, да. Потому что, ну, ты понимаешь, что если у тебя есть хоть какая-то, скажем так, подушка безопасности, в любом случае, пусть даже там все не очень хорошо, но, тем не менее, ты на работе. Вот, и есть человек, который платит тебе зарплату. Тут, получается, ты работаешь сама на себя и зависишь полностью от себя. Плюс, ну, те, кто живут в Беларуси, в принципе, я думаю, все относительно знают, что у нас довольно-таки тяжело в Беларуси с бизнесом, особенно с малым бизнесом. Вот, и на все нужны бумажки, на все нужны подтверждения, отчеты. И, короче, очень-очень-очень много всякой ерунды, которая непонятно откуда берется. Вот, но если ты это не сделаешь, то тебя сразу же штрафуют. Ну, в общем, у нас есть нюансы по законодательству, поэтому было очень страшно. Вот, но я, на самом деле, очень рада, что все-таки я сделала тот шаг и решила попробовать и дальше развивать. И в определенный момент не опустила руки, хотя такие моменты были, действительно были, потому что было очень тяжело. Вот, но, тем не менее, я рада, что сейчас есть то, как оно есть, и оно развивается. И вообще, в целом, вижу, что Трайбл развивается в Беларуси. Вот, потому что, если раньше ко мне приходили люди, которые не знали, знали про Трайбл только с видео, ну, допустим, там, опять же, Рэчел Брайс, Зои Джейкс, Марди Лав, то сейчас люди приходят и говорят, о, мы увидели вас на видео на YouTube и решили прийти к вам. Или, там, нам кто-то скинул ваше видео. Или, там, мы были на концерте, или мы были на вечеринке, и мы решили прийти. То есть, если раньше вообще, в принципе, практически не бывало такой ситуации, то сейчас она повсеместная. И очень-очень много начинающих людей, которые приходят, и они уже приходят, скажем так, опять же, потому что они увидели где-то этот танец, и им понравилось. Раньше такого не было. Раньше люди приходили, которые именно конкретно идейные, которые увидели где-то видео, они потом узнали, что у нас в Минске это есть, и вот они решили идти. Вот, поэтому все развивается, это очень здорово, и я надеюсь, что дальше будет лучше и интереснее, и все-таки Трайбл получит заслуженную, скажем так, аудиторию, потому что очень часто бывает такое, что когда люди приходят на Трайбл фестиваль, на концерт, потом они подходят или пишут мне в сообщении, говорят, почему у вас так немного зрителей, ведь концерт зашикарнейший, ну как такое может быть, и почему людей так мало, почему они не знают, почему они не приходят. Вот, и я надеюсь, что в этом году тоже будет довольно-таки много уже зрителей относительно прошлых годов, вот, поэтому, ну, опять же, развитие есть, и это не может не радовать. Вот. Смотрю дальше. Я свой единственный танец с амнивой помню, было очень страстно просто сжечь, помню. Мы вышли, мы вот кланяемся просто как одна секунда, надо было хряпнуть для храбности, наверное. Юля, да, на самом деле всегда так, когда ты, ну, допустим, танец там длится 3-4 минуты, но на сцене все это буквально за одну секунду пробегает, думаю, что я уже вышла, уже закончила, уже надо уходить. Это действительно так и есть, и, честно говоря, этот момент, по-моему, никогда не уходит. У меня он точно так же происходит. Передам обязательно Алисе привет. Хорошо. Да, Юля, возвращайся. Юля, ты человек лень, но это не оправдание. Берешь, поднимаешь свою попу и приходишь в студию. Тем более у нас сейчас очень замечательный большой зал, светлый, просторный, с окнами. В общем, просто сказка. Еще и красного цвета. Поэтому приходи, как раз по цвету волос. Так что все нормально. У нас сейчас, я смотрю, тенденция пошла. Ко мне сейчас приходит очень много девушек с красными волосами. Вот, какой-то тренд просто. Поэтому скоро нужно будет делать отдельный танец для красноволосых девушек. Вот. И, не знаю, как-нибудь его назовем. Мелисандра, например. Так что, вот. Ну, в принципе, в принципе, опять же, я вам очень много уже всего рассказала. И скоро уже время прямого эфира. Законик звучит, как реклама. Приходите с красными волосами в красную студию. Мы сделаем танец. Да. Вот. Так что, опять же, да. Приходите. Ты перекрасилась вчера. Ну, перекрасишься заново. Вот. Так что все. В принципе, у нас осталось буквально пару минуточек, потому что время прямого эфира час максимум, насколько я помню. Так что, если есть еще вопросы, задавайте. Если нет, тогда можете писать мне. Если я буду свободна от фестиваля, я отвечу. Вот. И, да, вы, в принципе, всегда можете мне написать, спросить какие-то интересующие вопросы. Либо приходите ко мне на занятия, на фестиваль. Вот. Очень рада, что задавали вопросы ваши. Спасибо большое. Можете написать мне в следующем, под каким-либо постом, либо, опять же, в директ, какие вопросы вам интересны. Что вам интересно будет обсудить на следующем приемом эфире. Я с удовольствием вам отвечу. Вот. Так что, всего вам хорошего. Сейчас прочитаю, что мне написали. Спасибо за эфир. Теперь мечтаю попасть на один из фестивалей. Привет из Элиста. А что такое Элиста и где-то. Мне вот очень интересно. Спасибо за ваши вопросы. Помню, когда мы с Юлей вышли с твоего первого занятия по фьюжен, у нас коленки тряслись от непривычки. Мы на лавочке сидели полчаса. Если бы вы сейчас пришли ко мне на занятия, вы бы сидели час. Потому что сейчас я стала жестить. Отлично. Спасибо вам за эфир. Очень интересно. Делайте почаще. Ваш образ это просто бомба. Еще раз спасибо. Надеюсь, когда-нибудь попаду на ваш МК. Спасибо большое. Мне очень приятно. Приходите, приезжайте на фестивали. Я надеюсь, что я и в вашем городе в скором времени дам им каток. Или приезжайте вообще в Минск. Я вам прекрасно с вами позанимаюсь. Спасибо большое. Спасибо. Очень рада была вас всех читать. До встречи в прямом эфире уже после фестиваля. Ну, и надеюсь увидеть всех на фестивале в Беларуси. Калмыкия. Ничего себе здорово. Ну, может, как-нибудь встретимся. Я надеюсь. Вот. Все. Спасибо всем большое. Пока-пока. Хорошего вечера. И хорошего завтрашнего отдыха. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok